так девочки я не знаю не слишком ли я сделала яркий свет если что напишите чтобы на будущее я уже это учитывала потому что если честно это первый моё дефиле поэтому не очень хорошо в этом разбираюсь хотела показать вам свои наряды которые я купила на выставке хотела показать просто так на тремпеле ну думаю на тремпеле вам будет не интересно кстати это курта еще нету работа на фитинг еще будет сделано тут у меня все открыто то есть еще пока ничего не застрочено все мы это сделаем подделаем хорошенько так но я не знаю как мне поставить камеру чтобы наверное надо все таки мне отойти подальше чтобы вам показать все хорошо здесь еще есть дуба так она тоже полностью вся вас в обработке это органза это все девочки руд и ручная работа все вот эти бусинки все вот эти камушки это у нас все стеклянный бисер и есть такие вот плоские тоже элементы можно одевать просто так можно одевать вот с такой вот дуба то дуба тар немножко на контрасте сделано то здесь немножко такой с розовым оттенком большим идет я сейчас отойду подальше я не знаю наверно вряд ли даже я вам на хорошо покажу комната небольшая у меня есть еще здесь вот такие вот штанишки но они настолько широкие что они просто как юбка если на них вы посмотрите то они выглядят как юбка я взяла желтые тоже сандалии я вам сейчас на них сниму и покажу уже вам просто в руках потому что вряд ли вы что-то увидеть таким образом сейчас я сниму и покажу вам создали свои они у меня тоже я кстати специально взяла именно желтый цвет потому что часто выйдет встречаются желтые наряды и с желтым не все как бы подходит да вот вот такие вот у меня сандалии большой такой каблук квадратный очень удобный то есть я в последнее время очень редко ношу каблуки но именно этот каблук он очень удобный здесь я вытянула пару-тройку сумок которые могли бы сюда подойти ну вот это вот я не знаю вот это как бы не очень я думаю сюда подойдет больше на контрасте у меня есть еще вот такая розовая с розовой золотом ну тоже в принципе в принципе да она могла бы подойти но все таки я думаю нужно делать вот мы чем с вот этой вот обработкой с вот этой работой я думаю это будет лучше так смотрите вот у меня есть золотая видите ну да это лучше да вот это будет самый идеальный вариант ну а так как она золотая туфли сюда мы можем или вот эти вот желтые или можно что-то белое можно что-то розовое на контрасте ну в общем как то так да вот это вот самый как бы такой подходящий вариант причем можно одеть можно одеть с такой вот чунида тупо то можно и без нее без нее тоже будет очень неплохо значит этот дресс стоил четыре тысячи четыре или пять тут забыла нет 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 5000 этот дресс стоил пять тысяч это я помню совершенно точно в общем был дискаунт была скидка хорошая в общем я считаю за такую цену это очень хороший наряд потому что ткань натуральная здесь шелк смешанный с катоном то есть вот одеваешь настолько приятно я не люблю синтетических тканей в них очень всегда бывает жарко в общем сейчас я покажу вам еще один наряд который я купила дорогие мои хотелось сделать обзор сережек по отдельности потому что на себе так хорошо не покажешь на себе так хорошо не видно вот эти вот все мелкие детали да вот эти вот мелкие камушки поэтому конечно же мне хочется показать их по отдельности обычно когда я покупаю себе наряды я покупаю себе и хорошую бижутерию но я не скажу что прям под каждое платье но балую себя так сказать потому что не под каждое платье есть у меня так сказать украшение значит вот эти сережки она мне отдавала их за 2 500 но они такие конечно тяжелые они такие увесистые то есть это на такие вечеринки вот именно свадьбы там знаете какие-то вот годовщины когда отмечают так помпезно какие-то может быть помолвки но я в тот день хорошо торговалась на всем и на всех моих четырех вещах я получила скидки то есть она мне отдала за за две тысячи триста вот эту вот красоту посмотрите это действительно красота не земная просто очень красивые сережки это вот как раз под мою серое платье темно-серое платье ну и под желтое платье я подобрала себе вот такие вот сережки тоже вот посмотрите ну это вот очень очень традиционно то есть традиционные индийские сережки сделано чисто под золото то есть вообще даже вот нет не отличишь что это вот не золото то есть под мой желтый дресс это будет просто идеально стоили они 2200 но опять таки я у нее я с ней торговалась и она отдала мне за 1700 ну в общем на обоих вещах мы сошлись на том что ну как бы она мне округлит сумму до уступит и я отдала за все вместе взятая как бы 4000 то есть я считаю что это очень выгодная сделка но кстати говоря вот в тот день мне сказочно мне просто сказочно везло и я действительно когда еще шла на выставку то есть у меня было такое в голове как бы крутилась то что я обязательно выторгал выторгую я обязательно мне мне удастся купить что-нибудь хорошее и недорого то есть обычно когда я иду с таким настроем у меня как бы все получается ну вот такое сделала вам маленький обзор отдельно украшений здесь вы увидите получше если быть чем и если бы я показала на себе думаю я и дальнейшем буду делать себе такие вернее буду делать для вас такие обзор если у меня будет что-то интересное какие-то интересные будут покупки я думаю я буду для вас делать такие обзоры и показывать потому что судя по вопросам и по комментариям многим девочкам очень интересные именно вот такие вот вещи так девочки пришлось встать на кровать для того чтобы увидеть вас как вернее показать вам как это платье смотрится внизу потому что самое главное его красота вся она внизу спереди идет огромные такие складки и они как бы опущены таким вот овалом и за счет этого вот такое платье как немножко она такая цыганская но она очень красивая простое тоже тоже ткани здесь шелк но здесь шелк больше искусственный я не думаю что здесь натуральный хотя может быть и есть натуральные какие-то вкрапления то есть какая-то синтетика с более натуральной тканью я даже специально подкрасилась немножко для того чтобы соответствовать своим платьем а то конечно так и так и не понравится в общем к этому платью у меня тоже есть туфли я покажу вам так потому что не будет ничего видно вот смотрите вот такие вот у меня туфли есть к этому платью как раз вот под цвет и есть у меня вот такие вот еще лаптики но это так знаете не каждый раз хочется одевать туфли на каблуках иногда можно одеть вот знаете такой релакс вечером на уставшие ноги в общем такое вот у меня еще есть тоже неплохо кстати сумочки у меня под это платье нет именно такого парсика нужно кстати доработать поработать с этим вернее обратить на это внимание потому что действительно серебряного такого цвета серебра у меня парсика нет поэтому надо будет купить но в общем смотрите это платье она конечно намного проще чем то это платье тоже она стоила она отдавала его за 3 800 но я если честно я вы торговала его за 3 200 мне показалось оно дорогим как как для 3 800 то есть это только платье здесь нет дубота здесь нет внизу никаких брючек никаких лосин то есть это еще не полный ансамбль так я не выйду потому что сзади это платье короче чем спереди и по-любому мне нужно будет под него что-то придумывать какие-то брючки или какие-то лосины то есть это тоже получается недешево купить в индии платье или сари да это еще не все к нему нужно полностью дополнительный ансамбль то что украшение макияж это одно туфли парс вот а вот такой вот красивый поэтому сами понимаете индийская традиционная одежда это как бы не дешевое удовольствие поэтому знаете я на самом деле я не люблю тратить деньги на именно традиционную индийскую одежду если честно мне жалко потому что это очень дорого ткани натуральные красивые вот эти вот все бусинки все это стоит денег то есть все это конечно дополнительная цена за 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 такого рода работу обработку поэтому это все стоит недешево одеваем очень редко и каждый раз нужно менять наряды потому что люди смотрят и они прекрасно помнят кстати на самом деле в чем ты был прошлый раз и в чем ты допустим пришел этот раз это все видно поэтому наряды постоянно меняются и на самом деле мы очень много даже эти наряды не одеваем максимум три-четыре раза потом мы ложим в долгий ящик и через пару лет я стараюсь как-то что-то переделать что-то может быть и нашить пришить какой-то поясок сделать что-то вот какой-то ансамбль поменять может быть поменять дуба то чтобы выглядела как-нибудь по-другому чтобы люди подзабыли так сказать о моих предыдущих нарядах и тогда уже можно будет как бы одевать ну в общем я купила только два платья у меня времени совершенно не было как и потому что вы знаете что это был как раз день рождения моей дочери я счастлива что я успела урвать хотя бы что как-то в попыхах знаете я не люблю покупать в попыхах как-то я слишком все это быстро-быстро происходило и нужно было вам еще заснять мне хотелось заснять покажу показать именно вот эту вот индийскую выставку от этих всех индийских штучек да вот этой всей красоты поэтому для себя просто я не успела уделить внимание спасибо большое за внимание мои дорогие мои любимые пишите комментарии ставьте лайки и обязательно подписывайтесь кто первый раз на моем канале и вам понравилось на своем канале я открываю разные темы у меня влоговый канал я рассказываю конкретно о своей жизни в индии о своей семье о нашей большой индийской семье все что я делаю я делюсь абсолютно всем надеюсь вам интересно со мной спасибо большое спасибо большое